На этой неделе на всех площадях города завершилась установка новогодних красавиц. Однако, прежде чем украсить дом своим хвойным присутствием, ель на специальных плантациях должна вырасти, только потом попасть на елочные базары. Наша съемочная группа решила проследить этот процесс и начала с делянки недалеко от Бреста. Зеленые красотки, чуть подернутой влагой, встретили нас в полной боевой. Ветки распушились, а размеры лесных царис уже позволяли ввести их на новогоднюю ярмарку. Многим из них исполнилось по 2-3 года. По мнению специалистов, это самый оптимальный возраст для ели, позволяющий ей стать главным атрибутом новогодних торжеств. В каждом лесничестве будет организована торговля новогодними елочками. И непосредственно на территории Брестского лесхоза, это вот Кобринская, 53, где мы находимся, а также на ярмарке Гоголя и пересечении улицы Куйбышева. Значит, с 20-го числа мы там начинаем каждый день уже работать с 10 утра до 17. Мы решили узнать у горожан, не потеряла ли в этом году популярность живая елка. Или все же последнее слово осталось за искусственными красавицами. Результаты Брест-опроса показали следующее. Я не признаю искусственных, только натуральные елки. А почему? Потому что она дышит, это природа, это живое. Искусственная. А почему? Ну, потому что она не осыпается и что ребенок не лезет. Настоящая. А почему такой выбор? Пахнет вкусно. Относительно теплая погода, отсутствие обильных снегопадов и мороза создали прекрасные условия для лесных красавиц. Ветки у них мягкие, эластичные, смотрят вверх, а иголки пушистые, что, конечно, сразу добавляет очков к товарному виду. Плюс ко всему есть шанс, что колючий наряд елочка сохранит надолго. Однако на таких приятных природных бонусах цены накручивать не станут. Что касается цен, значит, цены у нас будут на ярмарке и в месте торговли. Значит, елочка до метра будет стоить 60 тысяч, от метра до двух 80, от двух до трех 100 тысяч, ну и там уже, говорится, от трех до четырех 200 тысяч, ну и уже больше, больше и больше. Незаконная вырубка елок предусматривает статья 15-22 КОАП Республики Беларусь от 5 до 50 базовых величин. Ну, плюс ущерб, может быть, ну, зависит от количества елок, ну, вырубив их незаконно. Кстати, в Дании лесники придумали отличный способ сохранить свои леса от браконьеров. При новогодние дни они обрабатывают елки специальным составом. На морозе жидкость не имеет запаха, а в помещении дерево начинает издавать резкий удушающий аромат, в кавычках, наказывая нарушителей. Но не стоит рисковать. Сотрудники лесхоза заверили, что главный атрибут Нового года и Рождества достанется всем поклонникам душистой хвой на легальных условиях, на ярмарках-распродажах. В пользу этого утверждения информация о том, что к торговле пушистыми красавицами присоединятся и другие лесхозы Брестской области. Так что без вечнозеленой царицы точно не останетесь.